Я купила вот такую большую рыбу саму и хочу ее разделать. Правда я купила уже без жабры, без потрохов, но тем не менее придется еще с ней повозиться. Для начала кладем рыбу на доску разделочную, берем нож и отрезаем у нее голову. Голову можно будет использовать для ухи, например. Также поступаем с хвостом. Отрезаем хвост, чтобы было немножко мякоти еще, удаляем плавник ножницами от хвоста, выбрасываем его, хвост тоже кладем к голове для ухи. Плавники верхние и нижние отрезаем ножницами. Теперь аккуратно делаем разрез на спине вдоль позвоночника, так, чтобы одна сторона была у нас без косточки, а другая часть оставалась позвоночником. теперь это же самое делаем изнутри рыбы, из середины, как бы дорезая то, что у нас вот ребра, где соединяются с позвоночником, с той стороны, со стороны спины не прорезаны, поэтому прорезаем их со стороны ребер. Делать это нужно аккуратно, чтобы балык у нас не был весь изрезанный на части, как бы это было бы цельное филе. Вот эти мелкие косточки от плавника тоже нужно вырезать, удалить. Та же пленочки, которые остались, вскрою ее, которые вырезают вдоль этого филе. Тоже надо удалить и выбросить. кровь удалять и вытираем чистой салфеткой. Теперь самая тяжелая задача, это отделить мякоть от кожицы. очень аккуратно надо, чтобы кожа оставалась целой, потому что когда она разрезается, то ее очень тяжело потом найти начало, чтобы откуда начать, заново отрезать. кровь удалить. Используем. Кожу тоже выбрасываем, она нам не нужна. А из филе удаляем косточки, так чтобы в балыке они нам не попадались. Их видно, они так немножечко торчат, выступают из филе. Тоже занимает достаточно времени. Продолжение следует. Теперь берем вторую половинку этого филе и отделяем позвоночник от второй части рыбы. Позвоночник можно также добавить к голове и к хвосту, и сделать из него уху. Позвоночник. 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 В филе делаем то же самое, что и с первой. Удаляем косточки, кожу. Когда филе полностью готово, берем противень, посыпаем его солью хорошо и укладываем туда филе. Это у нас будет балык, сверху его так же посыпаем солью, достаточно так изобильно. Теперь у нас как бы посолен с двух сторон. Накрываем пленкой и убираем в холодильник на 8 часов. Прошло 8 часов. Я принесла из холодильника рыбу, которая в соли лежит у нас. Ее надо соль немножко сполоснуть. Вот она стала такая твердая, рыба. И соль вот эту надо немножко смыть. И надо ее промокнуть салфеточками. Чтобы она подала лишнюю влагу. Ого! Ого! Вот это вот такая твердая. Так. Очень. Так. А. Теперь ее можно порезать дольками и сложить в посуду и убрать в холодильник и остались. Режем кроненькими дольками и кладем в посуду. Получается вот такой вот булочок. Можно его чуть-чуть подсушить, но в принципе это не обязательно. Тем более, если в нашей дождливой погоде солнца почти не бывает. Это лосось или семга. Такая порода рыбы в Америке называется сауна. Вот такая получилась кастрюлька у нас полная булочка. И теперь мы сделаем бутербродики и покушаем. Получилось нормально просолено. Рано впитало в себя соли сколько и сколько нужно за это время. Стало потверже. Теперь ее можно хранить в холодильнике. Конечно, не очень долго, но я думаю, она долго не заряжется. Смазываем хлеб майонезом и кладем на него кусочек рыбки. Приятного аппетита! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова